Итак, где-то два месяца назад купили китайский инструмент, без названия даже, только написано пропорция масла 1 к 40. Купили на пробу, стоил этот аппарат 5000 рублей, но на данный момент находим и за 3600 данную косу. Занимаемся мы по косам профессионально, каждый день в течение двух месяцев эта коса работала, объемы разные, до сегодня это уже третий участок. Глушится инструмент только на дозаправку и во время перемещения участка к участку. Косим в основном резкой тройкой, нейлоновой, реже ножом, сейчас вот участок косится ножом. Из следующих моментов могу отметить вот что, очень ненадежный щиток защитный, нож отлетел практически сразу, но мы им и не пользуемся. Ручки рассыпались и стали болтаться практически сразу, не затягиваются, нужно сажать все на эпоксидную смолу, либо прикручивать на саморезы. Так коса работала без отказов, один раз при покупке мы ей сами настроили карбюратор, потому что она отказалась работать, после чего практически туда не лазили, может один раз подстроили. Мощности косы хватает, при правильно отрегулированном карбюраторе расход минимален, и нас вполне устраивает. На удивление, родная катушка до сих пор не разбилась, хотя с собой возим дополнительно запасную, потому что надежды на такие катушки китайские нет. Они разлетаются буквально мгновенно. Это удивительно, но не разлетелось. Еще раз отмечу то, что по косам занимаемся профессионально уже 5 лет. Обычно китайские косы по типу Хютера, Пирана на 43-52 кубика живут около 2 лет. В первый год меняем нижний редуктор, стоит он порядка 1500 рублей. На второй год меняем целиком штангу, на третий год пускаем на запчасти. Цилиндропоршневая группа обычно находится в рабочем состоянии. На второй год зачастую пересыхают трубки, которые ведут к карбюратору. Карбюратор начинает плохо работать, сальники бывают, перестают работать, рассыхаются, уже не держат. Обычно мы работаем такими вот катушками. Полуавтомат, так называемый, работает надежно, хватает на один сезон. По поводу, кстати, патрубков, топливных трубок. Вот эти вот трубки очень ненадежные, зачастую они рассыхаются. Идет подсос воздуха, из-за этого инструмент не работает должным образом. В остальном, в принципе, рабочий инструмент. Нареканий особых нет, нужно просто вовремя смазывать редуктор нижний. И разбавлять бензин маслом. Мы разбавляем 125 граммов масла на 5 литров. Работаем с маслом либо штиль, что бывает очень редко. Либо с маслом Ойл Райт, недорогое оно. Буквально первой заправки можно купить. Нареканий не выявлено, цилиндропоршневая группа еще ни на одной бензокосе у нас не менялась за все время работы. Повторюсь, работаем мы уже не первый год, работаем давно. И косим буквально с конца февраля по конец декабря, пока не ляжет снег. Продолжение следует...